Здарова, друзья! К смотрю, вместе с вами сегодня ванту нового магазина на диване. Поехали! Короче говоря, магазин на диване. Типа Леомакса или какой? Это был выходной, как и последнюю неделю. В последний месяц. Это я прочесываю свой диван. Он у меня такой модный, опрятный, а главное прибыльный. Потому что я каждый день достаю из него свою давно спрятанную заначку. Какая прелесть! Это, знаешь, скатерть самобранка, а это диван-банк такой мини. Денег я и существую в последнее время. Думаю, еще на месяц хватит. Я тоже хочу такой диван. Я заказал себе еду и улегся на свой мягкий золотой сундучок. Займусь пока важными делами. Стал проходить онлайн-тест, какая я шаурма. Узнав, что по результатам теста я оказался кабачком. Слушай, а был же такой сайт, я помню, древний-древний. Блин, я забыла, там типа люди вели свои дневники. Создавал свою страницу, мог всякие постепенность, картинки. И там была куча тестов. Я не помню, как он назывался, вообще не помню. И там, какая ты феечка Винкс? И там вот, мне кажется, тоже был точно тест, какая ты шаурма. А, может, прям такие маски тоже появлялись. А, типа тест. Кто-то, кто-то. Ой, ну это уже современное. Это прям ностальгия. Сколько тогда запопалась какая-то реклама? Универсальные салфетки для заточки ножей, мягкая сталь. Выглядит интересно, но подозрительно. Подозрительная наша скидка. Вместо 10 тысяч рублей их продавали всего за 3 пункта. Хорошая цена, прекрасная. У меня как раз хватает денег купить эти чудо-салфетки. Но тут в комнату зашел ума Рома. Сказал, чтобы я не тупил. Из балкона вышел глупый Рома. Сказал, что если у меня каша в голове, значит я все... Это как, знаешь, ангелочек и демоненок на плечах. Тут тоже умный и глупый Рома. Какая здравая мысль. Я ухожу. Алло, это служба вращения планеты Кручу-верчу? Остановите, пожалуйста, Землю, я все-таки сойду. Я незамедлительно сделал заказ на салфетки. Ввел капчу для подтверждения личности. Хорошая капча. Я только ждал. Через неделю салфетки были доставлены. Я сразу же опробовал их. Порезал палец на ноги. А салфетка сразу же порвалась от прикосновения к ножу. Какой некачественный продукт. Я буду жаловаться. Из туалета вышел глупый Рома. Сказал, что готов выслушать жалобу и вручил туалетную бумагу для жалобы предложений. Нет, я поступлю иначе. Я лучше сам буду продавать самые нужные и качественные товары для людей. И вывести эти продажи прямо отсюда. Глупый Рома сказал, что это называется магазин на диване. Добавил, что за отдельную плату объяснит, как это все работает. Через день я уже открыл свой первый магазин на диване. Здесь было все самое необходимое человеческих нужд. Напоминает, знаешь, как ты во дворе играл в магазин. Когда вот тоже всякие посудки, формочки делал, тоже так ходил. Я не играл в магазин во дворе. Ну и ладно, я играла в магазин. Нет, в магазины я играла дома с плюшевыми животными. А во дворе мы играли в кафе. Тебе там делали с посудок всякие кулички. Ну, все знают, конечно. И когда ты за листики продаешь. Вот что-то это напоминает. Теперь остается ждать первых покупателей. Через день весь товар был раскуплен. Ого. Слишком уж заманчивые цены. А других покупателей я так и не дождался. Может, это все-таки не так работает? Стал звать глупого Рома для совета. Но он не откликался. Куда же он делся? Ты сделал все, как я тебе сказал? Да-да, вот деньги, которые он заплатил за помощь. Да он вообще такой тупой оказался, капец. Тупее, чем глупого Рома. Вот как и договаривались твоя доля. Вот это я понимаю, выгодная сделка. Хорошая. Теперь давайте вернемся к нашему с вами кабачку. Я стал изучать принцип работы настоящих магазинов на диване. Оказалось, все очень просто. Надо найти какое-нибудь барахло. Так называется данный вид товара. И думать, это необычное название. Нет чудо-видеоролик, чтобы все на свете захотели заказать это барахло. Вытряхнул все содержимое из коробки на пол. Среди кучи относительно полезных вещей была одна безделушка. Это Серега. Но ничего, я знаю, чем его займу. Блин, это максимальное оскорбление на самом деле. Будет моим оператором. Пока Серега готовил декорации для съемки, я создал полезное барахло. Выглядит не очень привлекательно. Но мои шикарные названия сразу заставят покупателя заказать чудо-товар. Итак, пора приступать к съемкам. Вам необходимо нарезать колбасу или нашинковать ваших врагов. Помочь акушеру в перерезании пуповины. Во всем этом вам поможет наш уникальный карманный ножик. Компантный и острый, как перчик чили. Вы собрались на свидание с девушкой, которая выше вас на пару сантиметров. Подрезать ее. Колено Цезаря, как тебе? Слушай, мне кажется... Вращающиеся части... Нет, знаешь что? Мне так ощущение, как будто там реально в Лямаксе есть похожий товар. То есть, что-то четко такое по зрению. Блин, ну если есть бластер от засоров, то очевидно, что такая штука тоже может быть. Вы сможете ускорить процесс поглощения пищи в десять раз. Хорошо. Все аккуратно и без лишней грязи. Всего лишь шесть тысяч почти. Наконец мы закончили наши съемки. Я занялся подсчетом будущей прибыли, а Серега поехал договариваться о создании специального канала на телевидении. Спустя сутки все было готово. Канал был официально запущен. Я положил телефон перед собой и стал ждать заказов. Ждал сутки, двое суток, неделю. Что, нет ложков? Да ладно. Неужели людям действительно не нужно это полезное барахло и никто, кроме меня, не заказывает такие товары? Я взял телефон в руки. Оказывается, что он все это время был разряжен. Блин, я поставил его на зарядку. Оля. Вызовы и офигел. Были десятки тысяч пропущенных звонков. И прямо сейчас поступил очередной звонок. Это был заказ на мою мега сушилку для лампочек. Просили выслать им сразу сто упаковок. Четко. Прошло полторы недели. Ого. Слушай, а где он набрал столько товаров? Мне кажется, у него был единичный экземпляр. Он откуда их там? На 3D принтере напечатал или что? 4 на 7 в моем диване уже не хватало места для новых задачек. Я хочу такой диван. Мы теперь сильно забарабанили. Это была группа захвата. Меня скрутили и сказали, что я арестован за незаконную деятельность по сбыту бесполезного товара. После чего меня забрали в... В смысле я арестован? Почему Леомакс до сих пор никто не арестовал и остальные такие магазины? Они что, в доле? На покинуться он сам покупал в Леомаксе, чтобы перепродать. А-а-а. Деление. Месяц спустя. Вам надоело сидеть за решеткой и хочется поскорее выскочить на волю, как соколик? В нашем магазине на нарах вы можете приобрести супер пассатижи «Свободница». Успейте купить их прямо сейчас или выиграть в нарды. Короче говоря, магазин на нарах. Вообще, я не понимаю, почему на самом деле... Есть же реально отдельные каналы, где крутят постоянно все рекламы магазинов на диване. И по факту там реально очень некачественные товары. Но почему-то никто никогда ничего им не делает. То есть, они спокойно себе продают за оверпрайс и нормально это не считается мошенничеством. А что мошенничество? Если ты плачешь налоги, то не мошенничество. То есть, ты можешь в любую фигню продать за оверпрайс. Если ты, главное, заплатил налог, то все хорошо. И если на себя, типа, не пожаловать слишком много людей или как? А жалуются, ну, тебе лично. Смысле? А, на твоем же сайте, да? Они жалуются, они ж не жалуются там, ментам или кому-то еще. Нет, так есть же какой-то там правопотребитель или что-то еще. Ты, кстати, пришел, пожаловался тебе лично. Ты удалил? Очень сожалеем. Мы накажем этого сотрудника. Мы накажем этого вот негодяя. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.